Привет! Из-за этих постоянных изменений в правилах вайлдберрисовых договорах о том, что то оферта, то договор реализации, то есть и до, то нет и до, я совершенно упустила договор реализации на произведение, а именно то, что сейчас на вайлдберрис мы можем с вами продавать электронные товары. Поэтому сейчас я вам расскажу о договоре. Я его прочитала, изучила, выделила интересные моменты. Правда, он на самом деле маленький и не такой интересный, как остальные, но в любом случае я сейчас быстренько, красненько по нему пробегусь, расскажу вам, на что стоит обращать внимание, хотя в принципе, как я уже сказала, ничего такого там нет. А дальше предлагаю с вами поговорить именно об электронных товарах, для кого эта возможность и вообще есть ли в этом смысл. Так вот, смотрите, договор реализации произведений. Обычный договор, вот он у меня распечатанный, что я для себя выделила, на самом деле прям очень мало пометочек. Из них первое, конечно же, это то, что он заключается со всеми, с ИПС, ООО и самозанятыми. Это классно, потому что самозанятые, это вот прямо их сейчас, как бы я сказала, их, ну в общем, дорога самозанятым именно в этом ключе. Никаких сертификатов, ничего не нужно. Ни склады, ни хранение, ни упаковка, ни маркировка, ничего. Зарегистрировался через мой налог, как самозанятый и все, снял видео дома с тренировкой, ну например, пожалуйста, выложил, продавай, найдутся люди, которые купят. Поэтому это идеальный момент. Идем дальше. Чтобы подписать договор, все просто. Он сейчас всем поставщикам, ну старым так назовем, всем поставщикам приходит в личном кабинете, вы его там согласовываете, и как только вы реализуете так называемую первую поставку, то есть выставляете свой электронный товар, считается, что вы его подписали, и действия договора начинают распространяться и на вас, как на поставщика уже в непосредственно электронных товарах. Если вы новый поставщик, то опять же у вас в личном кабинете после регистрации будет этот договор, который нужно просто согласовать. Все, вы поставщик, поставляем новые электронные товары. Не знаю, насколько этот пункт важный или нет, но в любом случае номер договора будет соответствовать вашему айдишнику в системе. Не знаю, зачем они это сделали, но в любом случае, вы это знаете, я это знаю. Идем дальше. Интересный момент я прочитала о том, что 1% Вайлдберрис будет вам выплачивать за использование Вайлдберрис, из предоставленных по договору исключительных прав. То есть, по сути, за то, что вы предоставляете контент, так называемый, а Вайлдберрис его использует, и он вам будет выплачивать 1%, то есть суммы продаж. Но хочу сразу вас расстроить, этот 1% будет включен в ту сумму, которая остается после комиссии. Поэтому, вроде бы, по договору написано, что они вам выплачивают, но выплачивать по факту дополнительно вам ничего не будут. И самое интересное, по поводу выплат еженедельных и ежемесячных. По договору, опять же, я не знаю, как на самом деле пока, потому что я не получала пока за электронные товары деньги, но могу сказать, что еженедельно по договору вы будете получать как раз только этот 1% после вычета всех комиссий. То есть, розничная цена минус 10% комиссии, комиссия 10%. Так вот, розничная цена минус 10% комиссии, и от оставшей суммы 1% это как раз есть вот это вознаграждение за лицензию, за использование. И именно оно по договору вам будет приходить каждую неделю. А вот уже общая сумма раз в месяц, как всегда, обычно с отчетом. Как будет на самом деле, я пока не знаю. А если вы знаете, то, пожалуйста, напишите, я буду только рада, для меня лишняя информация никогда не бывает лишней. Ну и смотрите, какой здесь главный момент, это же, конечно же, авторские права, лицензии и так далее. То есть, если вы используете у себя там видео, ну, которое вы сами, допустим, сняли, какие-то чужие товары, чужие товарные знаки и так далее, то лучше их убирать. То есть, как по мне, как вот я прочитала договор, если у вас в вашем видео вы используете кроссовки Nike, у меня все с тренировками, если вы тренируетесь в кроссовках Nike, то лучше бы, чтобы у вас их не было, потому что это использование чужих товарных знаков в ваших материалах, а разрешения у вас нет. Поэтому могут быть проблемы. Но они могут быть, не обязательно, что они будут, и не обязательно, что вас Вайлдберрис развернет. Нет, он вам разрешит, пожалуйста, выставляйте свое видео. Но если вдруг Nike, такие интересные, увидит вашу тренировочку и скажет, а-та-та, все штрафы будете выплачивать вы. То есть, все, что предъявит Вайлдберрис, будет на вас. И может быть даже больше. Поэтому лучше, когда вы знаете, там белые стены, вы в чисто черном костюме, без каких-либо товарных знаков, без каких-либо брендов, тренируетесь, показываете тренировку, все. Вот это замечательно, это нормально, это пройдет, и к вам никаких претензий не будет. Потому что касательно всех товарных знаков и всех лицензий здесь очень четко. То есть, вы берете всю на себя ответственность о том, что у вас есть разрешение. На это сразу обращайте внимание, поэтому я вот об этом и говорю, что это на самом деле важно. Ну, еще такой момент. Вайлдберрис заранее предупреждает о том, что они будут рекламировать ваш товар. И, возможно, часть, частично ваш товар будет использоваться в рекламе. Например, не более 10% для одного произведения. То есть, для книжек не больше 50 страниц они могут показать, допустим, для пробного чтения, для рекламы, ну, либо для каких-то своих целей. Ну, в ваших интересах, конечно же, Вайлдберрис для себя ничего не делает. Или, например, вы можете, Вайлдберрис может воспроизводить аудио или видео 180 секунд, опять же, бесплатно показать, как привлечение рекламы. То есть, это входит вот по договору, и они могут использовать в рекламах, в рассылках, в баннерах и так далее. Это вы сразу должны понимать. Если вы вдруг увидите где-то вот такой отрезочек, это вы дали разрешение самостоятельно, не удивляйтесь. Ну, а, в принципе, вот по другим направлениям, я не скажу, что там что-то интересное, вот договор вот такой маленький. То есть, комиссия 10% ни хранения, ни ОПД, ни ДТН, короче, ничего вот этого обычного нет. Но это логично, потому что это не товары, это не передача материальных ценностей, это всего лишь какой-то электронный товар, который вы подгрузили, и люди его покупают, скачивают там, сохраняют, смотрят, используют. И замечательно, денежки приходят к вам, и все. И на самом деле это очень классная возможность. Вот как я уже сказала, для самозанятых сняли тренировку, сняли, например, как готовить, рассказали о том, как читать книги, рассказали о том, как гулять с собакой, как научить ее тому-то, тому-то, тому-то. На самом деле, вот сейчас все те, кто быстренько подсуетятся, сделают контент, там, тексты, видео, аудио, и начнут выходить на Wildberries, вот им сейчас, они будут первыми, они будут срывать просто вот так вот денежками играть, потому что, ну, люди увидят, люди понимают, что это круто, это удобно, не нужно ничего ждать, заплатил, тебе пришел контент, тебе пришла информация, там, аудио, видео, берешь и пользуешься. Поэтому, если у вас сейчас есть какие-то идеи, прямо берите и делайте, выходите туда, я даже не знаю, просто не нужно ждать. Есть идеи, делайте, выходите, подписывайте договор. Конечно же, если у вас есть возможность, обращайтесь ко мне, я помогу, как всегда, с советом, вопросом, либо помощью, сопровождением и так далее. Я, либо мои менеджеры, которые также работают в этих направлениях, которые знают, как это все делается, быстро, просто и легко. Вам остается только стать ИП, ООО или самозанятым, ну, в большинстве своем самозанятым. Если вы физическое лицо, вам осталось только одно. Пять минут, вы самозанятый, присылайте свое видео, вы готовы. Вот и все. Я не хочу дольше размусоливать эту тему, я сказала свое мнение. А вам спасибо большое, что посмотрели это видео. Как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, колокольчики, не пропускайте мое видео. И пишите спасибо, потому что мне на самом деле очень приятно, когда я вижу положительные отзывы о том, что вся информация, которую я даю, была для вас полезна. Я стараюсь для вас. Спасибо вам большое. Я стараюсь для вас. Спасибо вам большое. Как всегда, в описании есть все мои контакты. Телеграм, Инстаграм, почта в Телеграме, всякие новости, полезные файлы, ссылки, шаблоны и так далее. То есть пишите, обращайтесь, я буду рада ответить вам на ваши вопросы. Но хочу сразу попросить или предупредить, ну, извините, я вам ничем не должна. И когда вы хотите от меня получить информацию, я вам всегда отвечаю, отвечаю всем, кто мне пишет. Но если вдруг мой ответ не соответствует вашим ожиданиям, это не значит, что я виновата. Это вы, возможно, положили на меня слишком высокие ожидания. Поэтому я заранее извиняюсь, если я не соответствую вашим ожиданиям, но прошу вас не возлагать на меня никакой ответственности в этом плане. Но отвечаю я обязательно всем в комментариях, на сообщениях в Инстаграме и в письмах, на почту. Поэтому еще раз вам большое спасибо, пользуйтесь с удовольствием, договор о реализации произвинений ваш.